Христианские притчи Всех страстей Когда Аву Агафона спросили о дерзости, он сказал «Она подобна сильному жгучему ветру, от которого, когда он подует, все бегут, и который портит всякий плод на деревьях». И когда опять спросили «Неужели так вредна дерзость?», он ответил «Нет страсти вреднее дерзости, ибо она есть мать всех страстей». Люди все делают лучше Один раз сидел бес в образе человека и болтал ногами. Видевший это духовными очами Амвросий Оптинский, И спросил его «Что же ты ничего не делаешь?» Бес отвечал «Да мне ничего теперь не остается делать, как только ногами болтать?» Люди все делают лучше меня О чем твои помыслы? Сидел как-то у дороги толстый монах Мимо проходил воин, лицо которого было изрезано многими шрамами Взглянул воин на монаха и сказал «Ты уродлив, как толстая свинья, А ты прекрасен, как сын Божий!» «Насмехаешься надо мной?» Рассердился воин «Что ты? В людях видишь прежде всего то, что живет В твоей собственной душе» То, о чем размышляешь день и ночь Я провожу время в раздумьях о Боге А о чем твои помыслы? Не в аскетизме суть Отец Омон-девственник Пришел однажды к отцу Антонию И сказал ему Я знаю, что мой аскетизм превышает твой Почему же твое имя славится на свете больше моего? Отец Антоний ответил ему Потому что я люблю Бога сильнее, чем ты Монах и монахини Однажды некий монах Встретился на пути с монахинями Увидев их, он тут же свернул с дороги в сторону Тогда настоятельница монахинь сказала ему Если бы ты был совершенным монахом То, заметив нас, не увидел бы в нас женщин На мосту Человек, стоявший на высоком мосту, был очень молод Он многое хотел совершить в этой жизни Но почти ничего не успел Любимая девушка от него отвернулась Все его предали Никому он был не нужен Все в его молодой, короткой жизни пошло наперекосяк И не было сил начать сначала Он сжег за собой все мосты И теперь, чтобы свести счеты с этой никчемной жизнью Ему осталось сделать всего лишь один шаг Сутулившись, он стоял на самом краю пропасти Развервшийся под его ногами И в последний раз глядел вниз На мельтешение городских огней Молодой человек тяжело вздохнул И подался вперед Как вдруг Добрый вечер Неожиданно прозвучал на треснутый старческий голос Помоги, чем сможешь, сынок Молодой человек невольно отшатнулся назад от пропасти И растерянно похлопал себя по карманам Достал бумажник Вынул из него все деньги Которые теперь были ему не нужны И протянул старику Это не мне, сынок Ответил старик Тут совсем рядом живут две девочки-сиротки Голодают они Заброшенные и неухоженные Отнеси им деньги Помоги, сынок Он стоял на высоком мосту Молодой, растерянный Минуту назад готовый Совершить тяжкий грех самоубийства И не знал Что ему делать Хорошо Неожиданно для самого себя Согласился он Давай адрес, я отнесу Эти деньги, подумал он Могут стать спасением Для несчастных сироток А потом Потом я снова вернусь сюда И чем дальше молодой человек Уходил от моста Тем меньше решимости Свести счеты с жизнью У него оставалось Плечи его распрямлялись Шаг становился увереннее Он понял вдруг Что не вернется больше На этот мост Потому что всегда Можно найти людей Которым будешь нужен ты И твоя помощь Мешок снега Мешок снега В долг до лета Но с условием Не вернет мешок снега Значит, должен будет Отдать мешок золото Удивился глупый сосед Снега полон двор Сам не знает, куда девать Но зря же ведь Предлагать не станут И взял мешок А как лето пришло То и сосед тут Как тут Отдавай долг Схватился за голову Глупый человек Как быть? Ведь снег-то давно Уж растаял К счастью Другой сосед У него Добрым и мудрым был Ладно, говорит он Помогу уж тебе Глядишь в другой раз Будешь умнее Ты, говорит Брось пустой мешок В лужу побольше И скажи Жадному соседу Чтобы быстрее Шел получать долг А уж дальше Моя забота Глупый человек Так и сделал Подивился Жадный сосед Где это сумел Глупец Столько золота Раздобыть Снег-то в разгар Лета Разве найдешь? И пошел За долгом А навстречу ему Мудрый сосед Разговорились Как дела Куда кто Путь держит Мудрый сосед Золото Золото у него Золото у него теперь был Я покупаю Сказал он Пошли за золотом Нет, так дело не пойдет Ты сначала лук посмотри Предупредил мудрый сосед Чтобы потом ко мне Никаких обид не было Ничего Ничего думает Жадный Все равно Никуда от меня Мой мешок золота Не уйдет И пошел за мудрым соседом А тот водил его Водил по самой жаре Весь слуг Вдоль и поперек Показал Наконец говорит Ну а теперь пошли За твоим золотом Пришли на двор Бедного человека А ну Говорит ему Жадный сосед Подавай мне сюда Мое золото А глупый человек Уж как ни был Глуп Сообразил Что надо делать Какое золото Спрашивает Я тебе снег Во дворе положил Да ты что-то Долго не шел Вот он и растаял Посмотрел Жадный человек На своего Бедного И больше не глупого Соседа Потом на мудрого Но ничего Не поделаешь Так с мокрым Пустым мешком И ушел Восвояси Мешок с камнями Шли однажды Два путника С мешками В которых были камни У одного путника Камни в мешке Были крепкие С острыми краями А у другого Гладкие Дорога была долгой И мешки с камнями Постоянно тряслись У первого путника Мешок быстро порвался Потому что камни Не уступали Друг другу По крепости И остроте краев А вот второй путник Донес свой мешок С камнями Целым и невредимым Потому что Гладкие камни От сильной тряски Только Терлись друг об друга И стали Круглыми Так и молодые Супруги Создавая семью Либо уступают И притираются Друг к другу Либо разрушают Свою семью Настаивая На своих принципах И даже если мешок Зашить И положить Снова туда Эти камни Они может быть И оботрутся Со временем Друг об друга Но мешок Целым Уже не будет Никогда Мечта о крыльях Один охотник Любил ходить в лес И в поле За добычей Однажды Долгого Сходил он На высокую гору Выслеживая Зверя И утомившись Сел на большом Камне Отдохнуть Увидав Стаю птиц Перелетающих С одной высоты На другую Он стал Думать Почему Бог Не дал Крыльев Человеку Чтобы Мог он Летать В это время Тем местом Проходил Смиренный Отшельник И узнав Мысли Охотника Сказал ему Ты Помышляешь Что Бог Не дал Тебе Крыльев Но Если Тебе Дать Крылья То Ты Все Равно Не Будешь Доволен И Скажешь Крылья Мои Слабы И Я Не Могу С Ними Долететь До Неба Чтобы Увидеть Что Есть Там Если Тебе Будут Даны Такие Сильные Крылья Чтобы Ты Мог Подняться До Неба То И Тогда Ты Будешь Недоволен И Скажешь Я Не Разумею Что Тут Происходит И Если Тебе Будет Дан Разум То Опять Ты Не Будешь Доволен И Скажешь Почему Я Не Ангел И Если Тебя Сделают Ангелом То Ты Снова Будешь Недоволен И Скажешь Почему Я Не Херувим И Если Ты Станешь Херувим То Ты Скажешь Почему Бог Не Дал Мне Управлять Небом Если Дано Будет Тебе Управлять Небом То И Тогда Ты Не Будешь Удовлетворен И Как Некто Другой Дерзко Взыщешь Большего Поэтому Всегда Смиряй Себя И Будь Доволен Тем Что Тебе Даруется И Тогда Будешь Жить С Богом Охотник Увидел Что Отшельник Сказал Истину И Возблагодарил Бога Что Послал Ему Монаха Который Вразумил Его И Открыл Ему Путь Смирения Лангинус Врачеватель Когда Египетские Пустыни Еще Служили Местом Обитания Святых Которых Именовали Отцами Пустынниками Одна Женщина Страдающая Злокачественным Заболеванием Груди Отправилась На поиски Одного Из них Некоего Аббы Лангинуса Говорили Что Этот Человек Обладал Славой Святого Ицелителя Однажды Женщина Шла Вдоль Морского Берега И Случайно Натолкнулась На самого Абу Лангинуса Собиравшего Хворост Для Костра Она Спросила Незнакомца Святой Отец Не подскажешь Ли ты Где живет Слуга Божий Абба Лангинус Лангинус Ответил Зачем тебе Нужен Этот старый Пройдух Не ходи К нему Он тебе Только Навредит Что у тебя Стряслось Она Рассказала Ему О своей Проблеме Он Дал ей Своё Благословение И Отправил Домой Со Словами Ступай Бог Пошлет Тебе Излечение Лангинус Ничем Не помог У тебя Женщина Отправилась Домой Полная Уверенности Что Её Излечили Что И В самом Деле Произошло Меньше Чем Через Месяц Она Умерла Много Лет Спустя Совсем Не Подозревая Что Её Целителем Был Никто Иной Как Лангинус Плата Родителям Некий Мирянин Сказал Старцу Батюшка Родители Мои Всё Плачутся И бормочут Жить Спокойно Не Дают Видно От Старости У них Ум За Разом Зашёл Не Могу Я Больше Этого Выносить Не Отправить Ли Их В Бугугодное Заведение Понимаю Трудно Тебе Покачал Головой Старец Но Подумай Когда Ты Был В Люльке Ведь Тоже Небось День И Ночь Хныкал Да И Большим Умом Не Отличался А Отец С Матерью Брали Тебя На Руки И Ласкали Нежно С Любовью Они Они Скорее С Жизнью Бы Расстались Нежели С Тобой И Чем Же Ты Теперь Хочешь Им Отплатить Несправедливая Смерть Умер Некий Богач О грехах Которого Знал Весь Свет Похороны Были Торжественными С Епископом И Множеством Священников Вскоре Затем На одного Отшельника В пустыне Напала Гиена И Растерзала Его Некий Монах Видевший И Торжественные Проводы В последний Путь Грешника И Кровавые Останки Праведника В смятении Своем С плачем Воскликнул Господи Как же Так Почему Почему Ты Даровал Грешнику Благую Жизнь И Благую Смерть А Праведнику Горькую Жизнь И Горькую Смерть Вскоре Явился Ему Ангел И Объяснил Тот Богач Грешник Сделал В жизни Своей Лишь Одно Доброе Дело А тот Пустынник Праведник Совершил За свою Жизнь Только Один Грех Торжественными И почетными Похоронами Всевышний Хотел Воздать Неправедному Богачу За единственное Доброе Дело И Показать Что тому Больше Нечего Ждать На этом Свете Ужасной Смертью Отшельника Господь Хотел Изгладить Тот Его Единственный Грех Чтобы Затем Полностью Вознаградить Пустынника На небесах Лучший Дар Однажды Господь Призвал К себе Ангелов И повелел Им Принести С земли Все Лучшее Что там Найдется По лучам Божественного Света Ангелы Спустились С небес И разошлись По всем Уголкам Земли Чтобы Исполнить Послушание Через Некоторое Время Ангелы Вернулись С земными Дарами И каждый Из них Принес Лучшее Что ему Удалось Найти Не было Лишь Одного Из них Но вот Явился И он И сказал Господу Увидел Я Раскаившегося Грешника Горько Стенавшего И молившего О прощении Он Истово Молился И рыдал Раскаившись В своих Прегрешениях И Возрадовался Господь И Сказал Это Самый Лучший Дар Слеза Кающегося Грешника Драгоценный Дар Для меня Наставление Через Послушание Однажды Некий Брат Пришел В Нижнюю Гераклию Кави Иосифа В его Монастыре В его Великолепное Древо Смоковница При наступлений При наступлении После этого «Недоумеваю, в каком разуме дал ты мне, старец, приказание употребить пищу?» «И что хотел выразить этим?» Авва ответила. «Отцы сначала говорят братьям слово по большей части в виде испытания, а не прямо. Когда же увидят, что они выполняют даже извращенные приказания, то уже не испытывают их неправильными приказаниями, а наставляют истине, убедившись в их послушании». НЕРОЖДЕННЫЕ ЛЮДИ Один человек с возмущением в душе молился Господу так. «Господи, да почему же вокруг так много преступников, воров, пьяниц? Где добрые и порядочные люди?» И услышал он голос. «Вы их убили в абортах». КРИК ХРАБРОСТИ КРИК ХРАБРОСТИ Вначале люди слушали его проповеди, но потом стали понемногу расходиться, пока не ушли все. И хотя никто его больше не слушал, тот продолжал читать свои проповеди. «Проходивший мимо путешественник поинтересовался. Почему же ты упрямо продолжаешь читать проповеди?» «Вначале я надеялся изменить этих людей», – ответил тот. «И если я продолжаю кричать, то делаю это лишь для того, чтобы они не смогли изменить меня». ПОКРЫВАТЬ НЕДОСТАТКИ Как-то спросила одна женщина у Амбросия Оптинского. «Как это вы, батюшка, не только не гневаетесь на тех, кто о вас нехорошо говорит, но и продолжаете любить их?» Старец долго смеялся и сказал. «У тебя был маленький сын. Сердилась ли ты на него, если он что и не так делал и говорил? Не старалась ли, напротив, как-нибудь покрывать его недостатки?» Три девушки шли по железнодорожным путям и оказались между двумя встречными поездами. Но все трое остались живы. Рядом стояли бесы и горячо спорили. «Ты что не скинул первую под поезд?» кричали они одному. «Ее душа была бы нашей!» «Я не мог. На ней надет крестик». «А ты почему промедлил? Вторая-то без креста!» кричали они другому. «А она хоть и без креста, но осенила себя крестным знаменем». «Ну, а ты-то чего зевал? Третья-то совсем неверующая!» «Так-то оно так!» Да ее мать перекрестила на дорогу и сказала «Иди с Богом!» Пощечина и милостыня Однажды монах просил милостыню для сирот. Оказался он как-то у некоего господина и попросил помощи для сирот Христа ради. Господин ответил ему пощечиной. Монах, нисколько не смутившись, сказал «Это для меня! А теперь подайте для сирот Христа ради!» Устыдился человек и дал ему милостыню. Путь к духовному сокровищу Все наставники внушают нам, что духовные сокровища возможно обрести только в одиночку. Отчего же мы, ученики, всегда держимся вместе? «Оттого, что лес заведомо сильней одного дерева», сказал на это учитель. В лесу можно спастись от изнурительного зноя. Лес лучше противостоит урагану. Лес помогает почве сохранить плодородие. Дерево сильно корнем, а он у каждого свой. И корень одного дерева не в силах помочь другому расти. Вы держитесь вместе, но каждый из вас растет и развивается по-своему. Именно таков путь тех, кто хочет приобщиться к Богу. С чего начать? Жил-был один монах, который хотел постичь все тайны Духа Божьего. Рассказали ему как-то о монастыре, где царит братолюбие. Сказали, что настоятель того монастыря, человек поистине святой, и обладающий великой мудростью, а братья набожные и духовные. Пришел монах в тот монастырь. Братья его тепло встретили, накормились дороги, расспросили, кто он и зачем пришел. Я пришел, чтобы познать тайны Духа Божия. С какой истины мне начать учение? Начни с самой простой. Поел — вымой за собой миску. Помощь Бога. Помощь Бога. К одному старцу пришел молодой человек и сказал. «Отче, для достижения своей цели мне приходится слишком много работать, но иногда мои усилия ни к чему хорошему не приводят. Все это меня очень угнетает и лишает сил двигаться дальше, доводя до отчаяния. Что мне делать? Расслабься немного». Это непросто. Ведь мы испытываем природную потребность постоянно делать что-то определенное и считаем, что достигнем цели, если будем работать без передышки. Очень важно пробовать, падать, подниматься и идти дальше. Но еще важнее принимать помощь Бога. Совершая огромные усилия, полезно вдруг остановиться, посмотреть на самого себя, подождать, когда Господь явит свое присутствие и поведет нас. Давайте позволим Ему время от времени брать нас на руки. «Основание веры» «Основание веры» «Основание веры» И продолжает постройку к низу. «Но должно строить, начиная с основания и подымаясь кверху?» Его спросили, что следует понимать здесь под основанием? Он ответил, основание – ближний, потому что на нем основаны все заповеди Христовы. Мудрец и страсти Настоятель монастыря, отец Авраам, узнал, что неподалеку от обители живет отшельник, пользующийся славой всесветного мудреца. Он отыскал его и спросил, «Если бы сегодня ты увидел у себя в постели красавицу, сумел бы ты подумать, что она не женщина?» «Нет», – отвечал мудрец, – «но сумел бы смирить себя и не дотронуться до нее. А если бы увидел в пустыне груду золотых монет, – продолжал допытываться Настоятель, – сумел бы взглянуть на них, как на обыкновенные камни?» «Нет», – «но сумел бы обуздать себя и не прикоснуться к ним». «А если бы тебя разыскивали двое братьев, из которых один ненавидел бы тебя, а другой любил?» «Сумел бы ты заключить, что оба они одинаковы», – настаивал он. «Мне это было бы мучительно трудно», – отвечал отшельник. «Но с одним я вел бы себя точно так же, как и с другим». «Я объясню вам, кто такой мудрец», – сказал отец Авраам, вернувшись к себе в монастырь. «Это человек, который не избегает страстей, но умеет обуздывать их». «Немного нечистого хлеба». «Брат сказал Аве Пимену, «Когда я подаю своему брату немного хлеба или чего другого, то демоны унижают мою милостыню, будто бы она подается из человека угодья». Старица отвечал ему, «Хотя бы твоя милостыня подавалась из человека угодья, но мы все же должны подавать нужное». И рассказал ему следующую притчу. Два земледельца жили в одном месте. Один из них посеял и забрал немного хлеба, хотя и нечистого. А другой, поленившись сеять, не собрал ничего. «В случае голода, кто из них будет иметь пропитание?» Брат отвечал, «Тот, кто собрал немного хлеба, хотя и нечистого». Старец сказал, «Так будем же и мы сеять немного, хотя бы даже и нечистого, чтобы не умереть от голода». Мудрец и страсти Мудрец и страсти «Пользующийся славой всесветного мудреца». Он отыскал его и спросил, «Если бы сегодня ты увидел у себя в постели красавицу, сумел бы ты подумать, что она не женщина?» «Нет, — отвечал мудрец, но сумел бы смирить себя и не дотронуться до нее. А если бы увидел в пустыне груду золотых монет, продолжал допытываться настоятель, сумел бы взглянуть на них, как на обыкновенные камни?» «Нет, — но сумел бы обуздать себя и не прикоснуться к ним. А если бы тебя разыскивали двое братьев, из которых один ненавидел бы тебя, а другой любил, сумел бы ты заключить, что оба они одинаковы?» — настаивал он. «Мне это было бы мучительно трудно», отвечал отшельник. «Но с одним я вел бы себя точно так же, как и с другим. «Я объясню вам, кто такой мудрец», — сказал отец Авраам, вернувшись к себе в монастырь. «Это человек, который не избегает страстей, но умеет обуздывать их». «Все для их переворачивали», — «Зачаги, кто такой мудрец. Редактор субтитров — «Ну что, что, кто такие мудрец». Его я читал отец. «Будрец. кто такой мудрец». «Леха både, кто такой мудрец» — «я жрешет и кровать». Субтитры создавал DimaTorzok